здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня будут пряники унисекс я считаю что тот дизайн который мы сейчас будем создавать он подходит и для девочек и для мальчиков потому что сказать ты мой космос можно и маши и диме то есть и мальчику и девочки соответственно делается пряники в технике точнее с картинкой космической с эффектом того что вы делаете вселенную по сути двумя способами мы рассмотрим один из них про второе расскажу я в прошлом году делала пряники звезды обмакивала пряник в айсинг разного цвета вытаскивала и получились такие завихрения и вот эти вот завихрения они как раз создают тот самый эффект соответственно сейчас мы будем делать это немножко другим способом те звезды которые были год назад они были красные с оранжевым то есть это не был космос просто была использована эта техника естественно если вы хотите делать космос космические пряники окунанием пряника в айсинг вы должны подобрать правильный цвет айсинга я на всех пряничках сделаю контур он у меня темный теперь будем заливать пряник разными цветами у меня подготовлены цвета видно на картинке от такого темно-фиолетового розового ярко-голубого и белого и этот айсинг я буду укладывать на пряник вот так вот с переходами от одного цвета к другому то есть это по сути та же самая наша техника по мокрому который мы очень любим который я очень люблю часто использую только у нас здесь абсолютно другой рисунок сейчас это совсем не напоминает космос мы берем мастихин и делаем завихрение вот такие вот на пряничке когда вы делаете пряники в технике окунания у вас получается такой более реалистичный эффект интересные переходы смотрится очень здорово но мы продолжаем нас это не останавливает мы снова укладываем более темный цвет теперь смотрите я буду укладывать по-другому эти завихрение буду создавать уже непосредственно айсингом цветным сложности в работе совершенно не должно у вас быть потому что все что вы делаете сейчас этой серии как ляжет так ляжет и сейчас мы будем делать эти завихрения с помощью шпажки вот смотрите аккуратно шпателем удобно работать когда или мастихином когда у вас крупный пряник здесь у нас сердечко она не сильно круглая да то есть у нас есть уголки и я могу работаем мастихином просто уложить айсинг не туда или он может вытечь допустим с вот с этого уголка и получится не очень красиво там где у вас линии ложатся ровно вы их немножечко разгребайте пересечь чтобы было пересечение одной текстуры одного цвета на другой и разглаживайте то есть вы можете слегка потрясти плянчик чтобы у нас цвет разошелся здесь много белого белого много делать не нужно красивый эффект когда вы делаете акцент на розовом и голубом я не знаю почему вроде бы космос совсем как бы не розовый голубой но именно эти два цвета дают очень красивое сочетание сейчас делаю самым простым способом да вот смотрите укладываю кружочком белый обязательно тоже добавим но немножко и и будем закруглять я изнутри как будто расширяю вот это наша черная дыра и вот у нас такая завихрень получается спиралька здесь в абсолютно не бойтесь экспериментировать вот смотрите я вот так вывожу голубые линии чтобы создалось ощущение того что у нас такая вот космическая тема чего здесь не хватает здесь не хватает звезд конечно здесь не хватает звезд и звезды должны быть яркие красивые блестящие в нашем случае они должны быть золотыми я использую вот такую вот кисточку моя любимая очень часто при нее говорю я использую кандурин там уже добавлен спирт совсем немножко кисточка широкая и она сразу покроет большую часть и мне не придется воспользоваться там отдельно кисточкой чтобы добавить звездочки что мы делаем берем пальчик только здесь очень точечно да то есть не забрызгивайте много-много пока айсинг влажный у вас кандурин будет так вот растекаться и это видно и потом если уже очень хочется чего-то добавить после того как у вас высохнет айсинг мы можем белым густым айсингом нарисовать такие вот получаются кристаллы это будут напоминать нам звезды то есть не просто точки будем ставить а такие ромбики это будет выглядеть очень очень интересно сейчас отправляем их сушиться чтобы я вам показала как сделать вот эти звезды смотрите как они выглядят это они высохли чтобы понимали если вы добавляете глюкозу ваш айсинг в глазурь то ваша глазурь блестит и выглядит уже космически и так мы берем обычный густой айсинг в нашем карнете ставлю точку это там где у меня будут звезды поставила три точки айсинг у меня густой но не такой чтобы не растянуться и очень аккуратно с помощью шпажки я делаю вот такой вот ромбик и вы понимаете что вы можете на таком фоне и сделать надпись да как я уже говорила в самом начале типа ты мой космос или что-то аналогичное я писать здесь ничего не буду поэтому я на всех пряничках сделаю звездочки тут тоже надо работать довольно быстро чтобы не застыл айсинг потому что он все равно плотный и чем меньше в айсинге жидкости воды тем быстрее он застывает вот такой космос у нас получился не сложные пряники выглядят действительно очень волшебно эффектно сейчас приближается 23 февраля пряники для мужчины можно сделать ну и соответственно если у вас в заказе какие-нибудь космические пряники день рождения мальчику ракеты и звезды планеты все это можно внедрить в один набор и это будет выглядеть очень классно